Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители тип-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Мурат Сададинов, политический эксперт, политолог из Азербайджана. Здравствуйте, господин Сададинов. Добрый вечер, Михаила. Я приветствую вас и приветствую ваших телезрителей. Спасибо вам большое, господа, уважаемые зрители, дорогие зрители, любимые зрители. Я хочу вас попросить, пожалуйста, подпишитесь на мой еще один YouTube-канал, который называется Flash Topic Show. Он будет чисто англоязычный, и там будут представлены европейские и американские эксперты, не русскоговорящие, а англоговорящие. Мы будем затрагивать разные темы экономика, бизнес-политика. Я специально создал отдельную площадку для этих интервью, чтобы не смешивать, и вам было удобнее, комфортнее смотреть. Поэтому, пожалуйста, в первом комментарии к этому видео будет ссылочка. Ну и, конечно, я приложу ссылочку на телеграм-канал господина Сададинова. У господина Сададинова есть телеграм-канал. Тоже, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал господина Сададинова. Поэтому, друзья, подытожим домашнюю работу. Пожалуйста, подпишитесь на мой второй YouTube-канал. Ссылочка будет в первом комментарии под видео. И на телеграм-канал господина Сададинова. Тоже очень интересно. Ну что ж, господин Сададинова, после вот этой рекламы, которую мы как бы сделали анонс, давайте с вами говорить нам, так сказать, темы актуальные. Ну, начнем с темы, которая, скажем так, не касается вашего региона, она касается Украины. Польша может полностью перекрыть границу с Украиной. Речь идет о временном закрытии границы и закрытии торговли товарами. Такое решение будет лишь временным и взаимноболезненным. Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше. Мы продаем гораздо больше. И тут же появились интересные данные о том, что за два года войны российской агрессии против Украины экспорт Польши в Беларусь достиг исторического максимума. Да, вот в декабре 23-го года. И, скажем, некоторые это связывают с очень нехорошим экспортом, который через Беларусь попадает в Россию. Ну, я вам скажу, что это фантастика. Честно скажу, что это, в принципе, фантастика. Потому что Польша для Украины еще год назад рассматривалась как Турция для Азербайджана. И даже был подписан совместный документ Польши и Украины на том, что мы братья навек. Теперь каждый поляк может чувствовать себя как дома в Украине. Вот голосовал с Верховной Раде подобный документ. Но я утрирую, но тем не менее. И вот мы видим то, что видим. Ну, вот дошли до жизни такое. И я понимаю, что, зная президента Зеленского, Владимир Александрович Зеленский, человек волевой, сильный. И как сильный человек он и обидчивый в том числе. Ну, обижается, да, обижается на личную критику. Я думаю, президент Алиев обижается. Это нормально у сильных людей. Но я думаю, что поведение Польши – это личная обида для президента Зеленского. Это чувствую просто по действиям даже уже украинской власти. И некоторых украинских журналистов, которые бы не действовали без украинской власти, так как они действуют по отношению к Польше. В общем, это серьезная история, да. То есть это начало. Мы понимаем, что Украина и Польша заходят в некую конфронтационную воронку, которая неизвестно еще куда приведет. Это при том, что есть российская агрессия. Ну, как вы это объясняете? Вот со стороны поглядывая на то, что происходит, да. Как возможна такая вот фантастика? Ну, в моем представлении, да, это примерно то же самое, что если бы Азербайджан, скажем так, конфликтовал против Турции наоборот. К сожалению, это очень неприятная история. И особенно в условиях, когда Украина ведет такую серьезную войну, войну на выживание. И страна, как вы сказали, которая являлась в глазах украинцев одной из основной опорой вот этой борьбе за суверенитет страны, с которой подписаны соответствующие документы. И вот ее позиция в отношении Украины в этот момент, конечно же, разочаровывает. Видите ли, понятно, что есть определенные экономические интересы, ясно. Но доводить ситуацию до такой степени, чтобы границы закрывались, чтобы... Я смотрел вот эти некоторые кадры, мне было, конечно же, неприятно видеть, что высыпают кукурузу из Украины на улицах, на дорогах. Даже я видел, что бросали гвозди под колеса автомашин, чтобы они могли ехать. Конечно же, это кошмар. Это не приносит никакого уважения польскому народу. И я думаю, что население Польши и руководству Польши нужно делать выводы. Дело в том, что сегодня Украина, если ведет войну, то в какой-то степени она ведет войну и за интересы той же самой Польши также. И вот эти моменты, когда они озвучивают как экономические вопросы, я не думаю, что это касается только экономических интересов, потому что ограничивать экспорт Украины, это ограничивает валютные поступления Украины, это ограничивает возможности, финансовые возможности на закупку вооружения, на оплату, зарплату военнослужащим, которые ежедневно воюют, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Конечно, очень трудно посчитать, какой это ущерб в человеческом измерении. Сколько, например, в среднем погибло военнослужащих благодаря тому, что определенные экономические трудности случились. Но факт, что это влияет непосредственно на человеческие жизни тоже. И я думаю, что мы, по-моему, до этого как-то с вами обсуждали эту тему, и я выразил мнение, что подобные проблемы бывают между странами и так далее, но я думаю, что хватит политической воли у руководителей стран не доводить ситуацию для критической. Но, к сожалению, это произошло. Это произошло, я считаю, по вине польской стороны. Может быть, есть определенная какая-то вина и украинской стороны, но нужно учесть, что у руководства Украины сейчас столько проблем, им не до того, чтобы урегулировать и эту проблему, которая искусственно создана. Но, к сожалению, в Европейском Союзе существует подобная вроде практика. Я вижу, что и в Испании подобные действия со стороны фермеров в отношении марокканской продукции проводятся, и в Польше, вот в отношении Украины. Просто это не сайт Мирима с учетом того, что в каком состоянии находится Украина. Но, к сожалению, европейская бюрократия довела ситуацию в самом Европейском Союзе, что накопилось очень много проблем, в том числе экономические, в том числе и в сельском хозяйстве. Мы видели, что происходило во Франции. Мы видели вот эти протесты фермеров перед Европейским Союзом. Это очень серьезные проблемы. И вот европейская бюрократия Европейского Союза, она не собирается решать ее, или она не способна решать ее. Слишком долго это происходит. Но наносит она серьезный ущерб, конечно же, в первую очередь Украине. Господин Сарденов, вот есть в украинском языке такое выражение «Еще маю, то и везу». То есть, что имею, то и везу. Это подразумевает, что вот что у человека на уме, то у человека на языке. Ну, дипломатия явно не так строится, мне так кажется. А вот в пятницу, в пятницу, или в субботу, я уже не помню, была странная ситуация, когда правительство Украины прибыло на границу. То есть, вот президент Украины на эмоциях сказал, что давайте встречаться на границе. На что поляки заявили в лице Туска, то есть, не Туска, то есть, Туска и Дуды, что мы не поедем на границу. Ну, и президент Зеленский не поехал на границу, но послал правительство к главе с Денисом Шмыгалем. Там они сделали красивое селфи, красивую фотографию и уехали. То есть, показав, что там поляки струсили, они приехали. Это, конечно, все очень эффектно смотрится с точки зрения Инстаграма, Телеграма, Фейсбука. Как бы в журналистской описи, но по факту мы понимаем, что в Польше совершенно другой нарратив и по-другому это все преподносится. Но имеют действия украинского правительства по приезду границы и прочее. Ну, вот я с трудом себе представляю, как, скажем, когда Грузия подписала какое-то соглашение о Грибашвиле с Арменией, которое никто не видел, о партнерстве, как приезжает азербайджанское правительство во главе с премьер-министром и становится на границе. Делает фотографию и уезжает. Вот я себе этого не представляю. Ну, вот не кажется ли вам, что здесь есть определенные, ну, скажем так, вот при всей открытости, эмоциональности вот этой дипломатической подачи Украины все-таки есть некоторые вопросы, связанные все-таки даже не сутью, а с формой. Да, вот насколько эта форма, она отвечает некоему спокойствию, потому что спокойствие в дипломатии это вот элемент силы, да, и поэтому там спокойствие Азербайджана воспринимается как элемент силы Азербайджана. Ну, то есть делегация, скажем так, правительства Азербайджана не становится возле французской границы, например, но хоть нет общей границы, но тем не менее. Либо армянской границы. Ну, мы понимаем, да, о чем я говорю. Как вы на это смотрите? Я с вами согласен, конечно же, подобная ситуация неприемлемая. И в дипломатических отношениях подобного рода проблема решать такими способами. Ну, если на определенном этапе, допустим, польская сторона не согласна проходить на границу, видимо, заранее это украинские товарищи тоже знали, но вот делать это вот так демонстративно, я думаю, что я с вами согласен, да, это, конечно, красивое селфи, показать всему миру, все, но Польша никуда не денется. И Украина тоже никуда не денется. Рано или поздно вы должны эти грузы перевозить. То есть рано или поздно вы должны садиться за стол и договариваться. Но почему доводить вот это напряжение до более высокого уровня? Потому что я не думаю, что противоречия, которые есть между Польшей и Украиной сегодня по этому поводу, настолько глубоки, чтобы их еще усиливать до такой степени. Это первый момент. Я все-таки считаю, что у польского руководства недостаточно политического опыта в подобных ситуациях. Это первый момент. И я просто не хочу критиковать украинскую сторону. Я не могу, у меня язык, как говорится, не поворачивается, потому что я понимаю, в какой вы ситуации и какие у вас перед вами проблемы. И чтобы еще по этому поводу говорить. Но я отмечу другой нюанс. Вот я скажу, что здесь определенную роль играет ситуация, которая сложилась в самом Европейском Союзе. Вы обратите внимание, в последнее время в Европейском Союзе страны, чтобы добиваться определенных целей внутри самого Союза, забегают к различного рода шантажам, различного рода угрозам друг к другу. То есть, каждая из сторон старается не путем переговоров решать эти вопросы, а путем ставить условия друг к другу. Мы видели позицию Венгрии, когда она требовала соответствующую помощь на вынесенном 23 миллиарда. Для этого она ставила условия о прекращении помощи Украине и так далее, блокировала их. То есть, сложилась такая нездоровая ситуация в самом Европейском Союзе. И вот лидеры, которые сейчас сегодня стараются выступать по телевидению, говорить красивые речи, но дальше этого не происходит, они не решают. Почему Европейский Союз сейчас не решает эти вопросы с Украиной? Хорошо, Польша ведет себя на сегодняшний момент, но руководство Европейского Союза должно сделать определенные какие-то экономические скидки и так далее, и тому подобное, чтобы Украина могла хотя бы определенную часть своего экспорта нормально проводить, реализовывать. Ну, может быть, значит, даже там интересная идея предлагалась, что вот украинское зерно, понятно, оно демпингует ситуацию в Польше, трудно польским фермерам, но Европейский Союз мог бы закупить это зерно или кукурузу и то, и отправить в Африку бедным странам и так далее, у них есть средства на это, есть возможности, то есть много путей есть решать эти моменты, но, к сожалению, мы видим запаздывание и так далее, но параллельно с этим мы видим, что ведущая страна Европейского Союза, допустим, Франция, что делает президент Макия недавно, собрались, значит, собрал руководителей государств, сделал ошеломляющее заявление, просто я удивился, когда он сказал, что мы ведем переговоры о том, чтобы ввести войско на территорию Украины, то есть заявив это заранее не согласовав со основными главными союзниками, было ясно, что они выступят и скажут свою позицию, и что случилось, выступила Германия, выступили Соединенные Штаты Америки в лице президента, сказали, что мы не собираемся этого делать, и другие страны тоже будут это делать, вот зачем это нужно было сделать, зачем нужно было озвучивать такую нереальную позицию, зная, что в ответ пойдут подобного рода заявления с других стран, которые ничего полезного позиции Украины, позиции даже Европейского Союза, вообще коалиции в поддержке Украины ничего не сделают. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там револют, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Слушайте, а вот господин Сардинов, как вы объясняете вообще вот такую бурную активность господина Макрона, вот президента Франции, которая одновременно успевает, ну, можно сказать, нагородить дров как в армянской проблематике, так мы уже видим, очевидно, в российско-украинской проблематике, потому что господина Макрона как-то хватает сразу на несколько тем, сразу на несколько вопросов, причем вот куда Франция, так сказать, не, ну, скажем, с инициативами не придет в лице господина Макрона, потому что Франция знает разных политиков, да, ну, Макрон, конечно, не Митрана, хоть и президент Байден чуть-чуть перепутал, да, Макрона и Митрана, но, к сожалению, к сожалению, Макрон это не Митран, да, так вот, Макрон, он как-то успевает заниматься и Арменией, и Украиной, как-то удается, просто, Цезарь? Видите ли, заниматься-то удается, но результатов получить не получается никак, если мы посмотрим всю внешнюю политику Макрона, там одни неудачи друг за другом идут, и я думаю, что они будут продолжаться, потому что вот такой поверхностный подход к серьезным проблемам, и я думаю, что основной целью является вот просто, ну, не хочется так слово говорить, но все-таки она обычно используется, вот дешевый пиар, просто попиариться, на любой теме, на любой проблеме попиариться, главная задача, я думаю, что руководителя Франции. Что касается нашего региона, да, здесь вообще деятельность Парижа ни в какие рамки не входит, в том числе и в рамки соответствующих международного законодательства, страна, которая является членом Совета Безопасности, кстати, как-нибудь сделайте передачу, я расскажу, как она попала вообще туда, в состав Совета Безопасности, в качестве постоянного члена, и кому она обязана этим, Иосифу Сталину, значит, являясь постоянным членом Совета Безопасности, сама регулярно, последовательно, планомерно нарушает вот эти устои, элементарные устои Совета Безопасности, в нашем лице, мы видели это, в Азербайджане много, достаточно, позиция, политика Бакруна в Южной Африке, что там происходит, везде Францию выгоняют, на Южном Кавказе, вот последние действия Франции, сегодня с трудом, с большим трудом идут определенные переговоры между Азербайджаном и Арменией в направлении мирного сосуществования, в будущем подписании мирного договора, и вот здесь Франция со своей деятельностью полностью разрушает вот эту всю структуру, но Азербайджан давить не может, давит на руководство Армении, а Армения достаточно зависимая страна, она вынуждена выполнять вот эти все французские значит, просьбы, желания, приказы, как вы хотите, можно это назвать, и в результате все это разрушается, и вот деятельность Макрона внутри страны, что происходит, мы видели проблему вот сельском хозяйстве, с фермерами, и буквально недавно я удивился просто, знаете, вот там происходила сельскохозяйственная выставка, и он ее посетил, а там фермеры начали выступать, и он просто сбежал с этой выставки, вы знаете, я вам скажу, как я этого человека оценил, конечно, позиция Франции враждебна к Азербайджану, но я скажу из других соображений, вы знаете, что Франция долгое время на территории Алжира осуществляла политику этнических чисток и геноцида, в результате которой погибло полтора миллиона алжирцев, они проводили там наземные ядерные испытания, и все, но вот когда последний раз он посещал Алжир на пресс-конференции совместно с президентом Алжира, президент Алжира обратился к нему и сказал, может быть, вы попросили извинения за политику Франции, которая осуществляла за весь этот период на территории Алжира. Вы знаете, что он ответил? Вот цинизму нет просто предела. Он повернулся и сказал, я не собираюсь извиняться, это еще нужно посмотреть, что Алжир тогда был сформированной нацией или нет. вот я дословно сказал его слова. Вы представляете, руководитель страны заявляет, то есть вот эти массовые убийства детей, изнасилования женщин, минирование территории, уничтожение целых сел, городов, лидеров национального движения, вот это все, то есть их можно было уничтожать, потому что они не были сформированы как нации. То есть это были дикари, их можно было перестрелять, я не собираюсь спросить извинения. Вот мораль руководителя Франции и ожидать от него что-то другое я не собираюсь, когда человек публично, во-первых, в политике не первый день, это его второй срок, на пресс-конференции он понимает, что значит его слова, заявляет со всей ответственностью вот эту чушь такую российскую, то ожидать от него в будущем каких-то значит прагматических заявлений, действий в отношении других стран, я не собираюсь удивляться позицией Франции. Вот смотрите, какая получается интересная история. С одной стороны, премьер-министр Пашинян, встречаясь с президентом Алиевым, кстати, планируется визит президента Зеленского, как пишут СМИ и в Армению, и в Азербайджан. Так вот, премьер-министр Пашинян приезжает во Францию, при этом встречаясь, подчеркиваю, с президентом Алиевым на полях саммита Мюнхени. Рассказывает о том, что Азербайджан хочет превратить Армению в Западный Азербайджан. Опять же, это при том, что лидеры стран встречаются, при том, что дипломаты встречаются, даже сегодня встречались, но премьер-министр Пашинян выступил с таким бенефисом. Но вместе с тем, ему кто-то вложил это в уши, либо кто-то хотел от него это услышать. И, очевидно, это французская сторона и, скажем, представители армянской диаспоры, которые находятся во Франции тоже. Но про Западный Азербайджан мы слышим в том числе от России. Россия тоже говорит о том, что Армения превратится в Западный Азербайджан. Да, просто возникает вопрос, смотрите, то есть про Западный Азербайджан говорят все, кроме только одной стороны, самого Азербайджана. Азербайджан-то не хочет Западный Азербайджан, понятно, почему, потому что Алиев прагматичный политик, и он никогда не сделает этого резкого шага, который бы просто обнулил все его достижения. Но зачем все стороны поджигают эту войну? Просто из ничего крутят, 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 пока в итоге не полыхнет эта война. Дело в том, что есть Азербайджан такая пословица, я ее дословно переведу, в доме невесты уже готовятся к свадьбе, а в доме жениха об этом никто ничего не знает. То есть девушка влюбилась кого-то, они уже приняли решение, что ее возьмут жамуш, и все, они готовятся к свадьбе, а в доме жениха не... Вы знаете, извините, господин Сададинов, но есть более применимая, мне кажется, к нынешней ситуации дискуссия, применимая к армянской стране, по поводу того, что в доме повешенного веревки не говорят. Возможно. Здесь российский подход последует определенные другие цели, а вот армяно-французский подход с другие цели. Я постараюсь поделиться своим соображением по этому поводу. Почему Франция, Армения муссируют эту тему и силы близкие к этой группировке? Потому что Франция хочет закрепиться в Армении. По ее инициативе были введены на территорию Армении так называемая наблюдательная миссия. Франция собирается и уже начала работу по продаже и завозу на территорию Армении вооружения, тяжелого вооружения. Говорят о наступательном вооружении. Но для того, чтобы все это реализовывать, нужна информационная подготовка, нужна специальная платформа. А чем это объяснить? Объяснить недалеко. Тем, что да, Азербайджан готовится напасть на бедную несчастную Армению, которой ничего нету, поэтому мы должны ей помогать и все это делать. Вот цель, я считаю, что главная цель заключается в этом, со стороны франко-армянских источников. Что касается России, Россия пугает этим армянскую сторону, чтобы она слишком далеко не отходила от нее. Вы знаете, под давлением Франции Башинян делает определенные заявления, но пока что на словах. То они говорят, что необходимо вывести российских пограничников с аэропорта их столицы, то они говорят, и он заявил буквально, будучи во Франции, французскому телевидению Франция 24, о том, что Армения заморозила свою деятельность в рамках ОДКБ, хотя российская сторона говорит, что никаких письменных обращений по этому поводу нам не поступало, никаких конкретных действий не было, но все-таки определенные месседжи армянская сторона дает, и это вызывает раздражение у российской стороны. И российская сторона, видимо, старается Армению запугать вот этими заявлениями. Но в отличие от того, что говорит Пашинян, то, что говорит российская сторона, она озвучивает лица со стороны неофициальных лиц. То есть это не говорит президент России, это не говорит министр иностранных дел России. Это говорят определенные депутаты и так далее, ответственность которых можно ставить под сомнение. Но вот я считаю, что Франция проводит вот эту политику. Главная задача ее мы видим и особенно буквально недавно первые Армению посетил министр обороны Франции и его сопровождали руководители ведущих концерна военно-промышленного комплекса Франции. и там они уже говорили не о оружии, которое они до этого заявляли, оборонительного характера, то есть сэстроповой и так далее. Они уже говорили о ракетах малой и средней дальности. А Франция не есть? Да, Франция, к сожалению, Франция страна, которая обладает возможностями всей линейки военно-промышленного комплекса. Они могут производить подводные лодки, они могут производить авианосцы. Я это вопрос знаете, чего касался? Мне казалось, Украине сейчас в условиях российской агрессии это все добро, с позволения сказать, нужнее, чем Армении, потому что Армения не находится в состоянии войны с Азербайджаном, ей наоборот предлагают мирный договор, а вот Украине это нужно, почему-то для Украины, то есть как, для Украины конечно, что-то находится, но Украине естественно на линию фронта нужно очень много, но если есть у Франции, зачем тогда терять время, почему бы это не направить сразу в Украину, ведь Макрон любит Украину? Ну, на словах наверное любит, я бы предложил ему перед тем делать подобное безответственное заявление по поводу войск на территорию Украины, лучше бы они и он, значит, канцлер Германии и в том числе и президент Соединенных Штатов Америки, которые сделали столько обещаний поддержки Украины, хотя бы часть из этих обещаний по поводу серьезных видов вооружения передали бы Украине, которая сейчас нуждается в этом, которая каждый день равен жизнью украинских солдат и военнослужащих. На прошлой передаче мы говорили, когда обсуждались вопросы в поддержке Бундестаги, если помните, я говорил, что они старались принять резолюцию любыми путями, лишь бы там не было слова о крылатой ракете Германии. И вот после того, как даже Бундестаг принял решение оказать поддержку в том числе и дальнобойным оружием Украине, канцлер Шольц вышел и сказал, что они не собираются давать Украине ракетным оружием. Тоже, я думаю, что позиции и Франции, вы знаете как, говорить-то можно много, заявлять можно много, обещать можно много, но в реальности оказывать реальную поддержку эти лидеры не способны. Я считаю, что вот ситуация на Южном Кавкале с Арменией, здесь ситуация еще намного сложнее, чем в Украине, потому что французы своей вот деятельностью и Макрон, извиняюсь, и Пашинян своей недальновидностью, идя на поводу вот этой французской Макроновской политики, они доведут ситуацию здесь, на самом деле доведут до войны, и потом здесь уже никто, никакие силы не смогут Армении оказать поддержку. Вот я вижу политику Макрона во всех других регионах, я вижу политику Европейского Союза во всех других регионах, чем она начиналась, как она происходила и чем она заканчивалась. Вот мы видим начало ее в Армении, но, к сожалению, армянская элита это не видит, к чему это приведет. Им делают заявление, буквально недавно президент Турции сделал заявление, вчера президент Азербайджана сделал заявление, что лучшим выходом для Армении является принятие условий. Нормальные условия, наши условия нормальные. Мы говорим об определении границ, мы говорим об открытии, подписании мирного договора и открытии коммуникации, но нет. Вы опять-таки хотите проводить здесь холодную войну, которая может в любой момент идти в горячую базу, потому что, понимаете, на территории Армении, обратите внимание, есть российские вооруженные силы, на территории Армении есть представители, их называют гражданской миссией, но они бывшие военнослужащие Европейского Союза, там и немцы, и другие. На территории Армении, возможно, в определенной форме есть иранские силы, то есть на этом маленьком клочке земли собралось огромное количество антагонистических другу сил, которые в любой момент могут между собой создать какой-то конфликт, и который перерастет в большую трагическую ситуацию для Армении, и Армения не такая страна способная смогла бы это нейтрализовать. Вот, к сожалению, вот так. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там Revolut, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый Revolut позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Господин Садзин, последний вопрос у меня вот к вам будет, какой крайний вопрос, вот действительно, скажем так, Азербайджан очень градуированно подходит к взаимодействию с Арменией, то есть это означает, скажем так, постепенное изменение условий, скажем так, переговоров, да, то есть те условия, которые, ну, возможности Армении имела там пять лет назад, так, отличаются от тех, которые Армения получила после 44-дневной войны, а потом после того, что произошло, соответственно, в прошлом году, специальной антитеррористической операции и так далее, и так далее. Сейчас заговорили о том, что если Армения, например, не пойдет на мир с Азербайджаном, а, кстати, это действительно условие непозорное для Армении, потому что там нужно всего-то изменить конституцию в части, в части Карабаха, я хочу просто это подчеркнуть, потому что если государство-агрессор России требует от Украины внесения изменений в действующую конституцию Украины и, скажем, говорит о деноцификации и, то есть об элементе изменения политической конфигурации фактически, то есть то, что делает Россия, она вторгается своими грязными лапами в внутренний политический контекст Украины, но Азербайджан же не требует изменения политической системы в Армении, парой Азербайджан всего-то интересует только Карабах, карабахский вопрос, который находится закреплен в декларации независимости Армении, просто подчеркиваю, что это не унизительно для Армении, так вот Азербайджан может заговорить о репарациях за 30 лет, собственно, оккупации де-факто Карабаха со стороны Армении, там репарации будут нешуточные, учитывая то, что люди вынуждены были бежать, потеряли дома, потеряли имущество, ну и недополученная прибыль, дальше разрушены дома, необходимость восстанавливать жилье для людей, ну то есть я так понимаю, что может идти речь о десятках миллиардов долларов, я даже не знаю, но десятки, я думаю, может быть даже сотни, ну я понимаю, что Армения за последние два года экономика бурно развивается, за последние два года на даже сотни миллиардов при бурно развивающейся экономике Армении, мне кажется, это очень большое бремя для Армении, вот как вы считаете, ну насколько вероятен это сценарий, что Азербайджан перейдет к вопросу репарации? Вы очень правильно сказали, вот это отметили тренд, переговорный тренд между Азербайджаном и Арменией, который находил буквально за весь этот период, даже можно сказать за 30-летний период, когда с каждым разом Армения теряла шансы получить для себя более приемлемые условия. Еще в свое время президент Петросян говорил, что мы должны сейчас вернуть Азербайджан и эти все районы, иначе в будущем мы потеряем все. Но, конечно, армянское общество, ее поддержка, диасправильная поддержка, другие страны не позволяли Армении, видимо, делать выводы для своего будущего. В результате этого они получили 44-дневную войну. Буквально на днях президент Белоруссии еще раз озвучил, он до этого говорил об этом и еще раз он повторил, что в свое время, до начала 44-дневной войны президент Али предлагал Саркисиану президенту, что верните эти районы и мы готовы инвестировать в Армению более около 5 миллиардов долларов. То есть давайте мирно решим этот вопрос. Для Азербайджана было важно, конечно же жизнь наших солдат 3000 ребят мы своих героев положили за освобождение вот этих территорий. Но, конечно, армянская сторона не сделала выводов. Результат налицо 44-дневная война. После нее опять Азербайджан им предлагал, что прекратите ликвидировать все эти сепаратические структуры. Извиняюсь. И давайте принимайте гражданство Азербайджана. Живите нормально. Мы создадим для вас мы даже создали специальную карту дорожную карту благодаря которой они могли бы получать на территории Карабаха льготные кредиты налоговые послабления и так далее. Я не буду сейчас говорить. Опять армянская сторона потеряла шанс и получила то, что она сегодня получила. Вот вы говорите об изменении конституции. Мы об этом с вами говорили. Я на наших телеканалах наверное уже с первых дней завершения 44-дневной войны об этом говорил. Когда армянская сторона официально в соответствии со своей декларацией независимости на которую ссылается армянская конституция присоединила Карабах к себе. Она ее считает официально в соответствии с ее самым главным законом. И вот как вы считаете простым языком это можно назвать объявлением войны Азербайджана? Формально я считаю, что это является объявлением войны Азербайджана, который действует до сегодняшнего дня. Армянская сторона старалась от этого убегнуть и так далее. Обвинить в том, что это сделали прежние президенты, тот же Пашинян. Хотя сам в Шуше заявлял, что Карабах это Армения и точка. Это его слова. Но вопрос не в этом. Они рано или поздно ее поменяют и они вынуждены будут ее поменять. Теперь что касается репараций. Вы знаете, вот я называл вот сейчас тренд развития ситуации. И каждый раз азербайджанский президент озвучивал, что давайте договариваться, потому что потом для вас будут более неприемлемые условия, более неприятные для вас условия. Каждый раз Азербайджан об этом заявлял. Но армянская сторона не делает вывода. Вот как будто в стенку. И сейчас да. Вы знаете, почему мы требуем требовать репараций? Потому что после 44-дивной войны многие большие страны негласно просили Азербайджана, что не надо требовать репараций. Армения бедная страна и так далее. Но Азербайджан не озвучивал это. Но теперь мы видим, что эта бедная страна тратит миллиарды долларов на вооружение. А против кого это вооружение? Это вооружение против Азербайджана. Против азербайджанцев. А так оружие покупать у вас деньги есть. Оружие покупать у вас кредиты находятся. Но платить репарации, платить за то, что вы натворили за 30 лет, будьте любезны, давайте. Я слышал вот на некоторых каналах армянские стороны говорят, что Азербайджан тоже должен выплатить, потому что есть беженцы из Азербайджана тоже. Давайте посчитаем. Давайте. Ну сколько у вас там? Вы называете 100 тысяч уехали из Карабаха. А как будет с миллионом 250 тысяч? А как будет с семью районами? Семь районов. Один только Агдамский район, один из крупнейших промышленно аграрных регионов Азербайджана. Один только Агдамский район был одним из богатейших промышленно аграрных районов. Вы нанесли сотню миллиардов ущерб государственному имуществу и частному имуществу. Еще плюс 30 лет прошло. И процентики сюда добавьте. И вот делайте выводы себе. И пусть делают выводы те силы, которые вас сегодня поддерживают. Потому что пока вы не поймете, я думаю, что азербайджанская сторона с каждым днем будет выдвигать, я считаю, что справедливые соответствия с международным законодательством. На сегодняшнего дня Ирак выплачивает Кувейту из своих прибыли, нефтяных прибыли, значит, репарации за то, что в свое время Саддама Хусейна и нет, и след пропал его, значит, разграбил Кувейт. Но они выплачивают. Почему не должна Армения совершившая точно так ниже действия на территории Азербайджана не должна выплачивать? Это исходит из международного законодательства. Пусть будут добры подумать об этом. Спасибо большое, господин Саддадинов. Друзья, я напоминаю, что в первом комментарии к этому видео будут две ссылки на телеграм-канал господина Саддадинова. Пожалуйста, подпишитесь. Господин Саддинов активно развивает там интересный контент. Подпишитесь, пожалуйста, и на мой второй YouTube-канал, напоминаю, англоязычный. Там будут выступать европейские, американские эксперты, не говорящие на русском языке, потому что вы знаете, что у меня часто выступают европейские, американские эксперты, говорящие на русском языке. Но те, кто не говорит, а их достаточно много, но вместе с тем они звучат интересные какие-то вещи, дают какую-то перспективу. Чтобы не смешивать с основным контентом канала, я создал еще один канал. Поэтому, пожалуйста, друзья, перейдите по ссылке и подпишитесь на второй канал, чтобы вы получали уведомление об еще одной сетке интервью, которая будет по возможности, но не так интенсивно, как этот канал, но тем не менее интенсивно наполнять интересным контентом. Вы знаете, я это очень люблю делать и умею. Спасибо вам большое, комментируйте и всем доброй ночи.